Масштабные муниципальные выборы в регионе прошли в спокойном режиме. Напомним, разыгрывалось выше 5000 мандатов. Каких-то сюрпризов, как это было в другие выборные годы, они не принесли. 80% всех мандатов в сельских поселениях, муниципальных и городских округах достались представителям партии власти. Вот так выглядит статистика по крупным городам края. В Бийске из 30 мандатов у Единой России 27, в Новоалтайске из 22-16. Впечатляющий результат в Рубцовске из 28 единороссы получили 25. 31 депутат из 40 возможных будет представлять партию в Барнаульской городской думе. Из 20 мандатов 11 у единороссов. В Крыму столицу Единую Россию поддержали почти 48% населения. Около 16% были за представителей партии КПРФ. Справедливоросов поддержали почти 9%. На четвертом месте новые люди. Им поддержку оказали тоже около 9%. За представителей партии ЛДПР проголосовали чуть более 8%. Как распределились остальные партии на ваших экранах? Пятипроцентный барьер преодолели лишь пять партий. Остальных в Барнаульской городе не будет. А вот кто точно будет, так это новые люди. И речь не только о партии. Новых лиц после этих выборов мы увидим достаточно. Новых лиц было очень много в списке каждой партии в Барнауле. И при этом все они в большей степени находились в диапазоне от 30 до 40 лет. Вот как раз мы увидим молодую обновленную думу города Барнаула. Многие после проведения выборов сетовали на низкую явку. К примеру, в 2017-м общее число тех, кто пришел на выборы, было 24%. Сейчас 21%. Я отвечаю на вопросы оппозиционных партий. Вот власть не обеспечила явку и так далее. Да не власть обеспечивает явку. Обеспечивают явку те партии, которые на сегодняшний день ведут своих кандидатов. Поэтому кто мешает на сегодняшний день? Я приведу пример по родинскому району. Когда говорят, чем больше явка, тем меньше шанс на успеху партии «Единая Россия». Так вот в родинском районе при 70% явке результат партий 100%. Наблюдатели на выборах тоже не отметили каких-либо значимых нарушений. Даже на горячую линию избиркома в основной день выборов 11 сентября поступило лишь 18 обращений и все они были связаны с организационными моментами. Отметим, что активнее всего на выборах голосовали помимо родинского жители Завьяловского и Хабарского районов. Там явка составила от 40 до 61% избирателей. А вот низкую явку показали города-края. В Бийске, Новоалтайске и Краевой столице она едва перевалила за 10%. Тихо, без интриги, с низкой явкой. Такую оценку уже дали прошедшим муниципальным выборам политологи региона. Так почему кампания прошла фоном не только для журналистов, но и для рядовых горожан? Можно ли ждать интриги от предстоящих губернаторских выборов? И готова ли оппозиция побеждать? Представители политических партий и политологи обсудили в рамках дискуссионного клуба «Точка зрения», который прошел в сибирской медиагруппе. Безоговорочная победа за партией власти. Почему? Говорят, сделали выводы после прошлой кампании 21-го года и сплоченно работали. В том числе это консолидация общества вокруг президента и правящей партии. Рейтинги партии, как и в стране, подросли. И это в том числе нам тоже помогло в достижении итогового результата. Оппозиция признает, поставленные цели не всеми достигнуты и называет причины. Ожидали явку чуть выше. Говорить мы об этом будем, потому что, простите меня, из 500, почти 20 избирателей мы видим сегодня на участках 70. Ну и, наверное, дальше уже и не добавить, и не убрать. Не смогли мы убедить избирателей, наверное, поверить в то, что в принципе выборы местного значения на многое влияют, и нужно туда, нужно прийти на избирательные участки. Избирателю становится менее интересна выборная история, сам выборный процесс, гораздо меньше доверия в принципе к институту выборов. Низкую явку признают и политологи, хотя, говорят, ожидали большего. А многих кандидатов люди просто не знали. Какие уж тут интриги. Для них эта кампания где-то фоном прошла, ритуал. И поэтому в этом плане и результаты показывают чисто мобилизационную возможность, там кандидаты и партнеры, ничего больше. Очередная кампания не за горами. Губернаторские выборы пока и они интриги не предвещают, хотя варианты внести изюминку есть. Я не представляю, какой погром будет в этой Бакалеи, если ввести пункт против всех и обязательный порог явки. Вот тогда наши, в том числе и финансово заряженные кандидаты, будут бегать как ошпаренные, мобилизовывая технологов, мобилизовывая население, я не знаю, устраивать хороводы, пляски, сжигание там, я не знаю, чучело образа врага. Смотрите, что мы можем сделать и о чем фракция «Россия за правду» однозначно с учетом этих выборов будет договариваться со своими коллегами по позиции. Раз, это снижение муниципального фильтра. У нас он 7% плюс 10% это районы города. До 5% мы можем снизить. Второе, введение самовыдвижения. Выдвигаем кандидата, единого кандидата от позиции поддерживаем. А готовы ли оппозиции объединяться? В ходе дискуссии оказалось, что не очень. Мы знаем, что прекрасно. Если нам получится собрать муниципальный фильтр, то сразу же и СР, и ЛДПР, и всем остальным помогут с муниципальным фильтром «Единая Россия». И будет, в принципе, повторение избирательной кампании, наверное, сегодняшней. А надо помочь? Это запрос? Это уже голос победивших на нынешних выборах. Денис Голобородько уточнил, что вопрос снижения муниципального фильтра не рассматривается. Для нашего края 7% вполне оправданная цифра. И тут же добавляет, а хочет ли оппозиция той самой победы на предстоящих выборах? Готовы ли они возглавить регион? Не то, чтобы коллег хотел бы обидеться. У них многие профессионалы и с большим опытом, и политическим, и административным. Но не знаю, есть ли сегодня такие коллеги, и готовы ли они, и надо ли им оно? Самый главный вопрос. Так что, будет ли интрига на губернаторских выборах, вопрос пока остается открытым. Как говорится, время покажет. Но в одиночку оппозиционным партиям пройти муниципальный фильтр для выдвижения кандидатов на пост главы региона будет очень непросто. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Выявили многочисленные нарушения. Эксперты Московского народного фронта побывали в Бийске. Целью их визита стали отремонтированные общественные и дворовые территории в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Свой риет большая делегация начала с заречной части Бийска. Большое количество проблем активисты зафиксировали в ряде домов на льнокомбинате. Подробности в нашем сюжете. Там стоит камень бестолково, здесь течет вся грязь на дорогу. Которую вы не можете убирать. У вас никогда чистыми города так не будут. Никогда, от слова совсем. В Бийск с проверкой нагрянула комиссия из Москвы. Событие, которое заставило понервничать вверха городской власти. И было отчего. Замечания сыпались, как из рога изобилия. Представитель Центрального штаба Народного фронта Светлана Калинина проверила несколько дворов на льнокомбинате. От ее внимательного взора ничего не укрылось. Она была весьма требовательна. А чего не открыто? Закрыто. Сегодня замок и должны кто закрыть. Много вопросов возникло к бордюру, проложенному посреди дороги. По мнению Светланы Калининой, он является препятствием для разворота машин. В том числе скорых и пожарных. А также просто опасен в темное время суток, потому как его можно просто не увидеть. Кроме того, замечания касались и тротуаров у проезжих частей. По мнению эксперта, пешеходные зоны должны быть шире, а потому проектные решения нужно менять. Просто это ваши непродуманные проектные решения. Минстрой уже замучился говорить вам, учат и вас, в том числе регион, для того, чтобы здесь зоны, да, 70 лет назад дворы строили, как были. Сейчас возможность была вам сделать безопасность для детей. И сами жители подкидывали проблем прямо из окон домов, указывая на аварийные крыши, из-за которых заливает квартиры во время дождей. Еще большое внимание Светлана Калинина уделила детским площадкам, особенно каруселям. На живом примере активист продемонстрировала, чем может обернуться простая неосторожность. Попрошу мне помочь. Подойдешь ко мне? Да. Иди ко мне, солнце мое. Можно я тебя наклоню? Вот сюда, ручку. Где голова ребенка? Чувствуешь? Спасибо, мой золотой человек. Вот эта часть от земли должна быть всего 7 сантиметров, чтобы даже ее ножку туда не снилось. Ребенок шнурует ботинок, другой прокручивает карусель шеи, ребенка не относится головой. У вас ровно до завтрашнего дня эту карусель опустить вниз, забетонировать ее и показать мне, что дети безопасны. К слову, были и положительные моменты в домах Заречья. Пятерку с плюсом эксперт дала за содержание клумб. Правда, этой похвалы за свои старания были удостоены местные жители. Алена Кисеева, Иван Зяблицкий. День с толком. В Алтайском крае планируют делать операции по трансплантации печени у онкобольных. Такие хирургические вмешательства при обширном метастатическом поражении, которое возникает, например, при онкологии толстого кишечника, уже применяют в клиниках Москвы и Санкт-Петербурга. Этой теме были посвящены несколько докладов на международном форуме в Москве, главной темой которого были инновационные методы лечения рака. Какие из них доступны пациентам Алтайского края и какие виды рака все еще остаются самыми распространенными, обо всем этом моя коллега Татьяна Голубева поговорила с Игорем Вихляновым, главным врачом Алтайского краевого онкологического диспансера. Здравствуйте, Игорь Владиславович. Скажите, пожалуйста, что сегодня лежит в основе инновационной онкологии, генной инженерии, препараты на основе молекул или, может быть, антитела? Я бы не стал столь суживать, соответственно, поле инновационной онкологии. Да, конечно, антитела и препараты на основе молекул и иммуно-онкологические вещи, это сейчас очень важная тема, но это всего лишь тема лекарственной терапии. Как показали заседания, проведенные на этом форуме, которые посчастливее вас посетить, большое значение сейчас уделяется, первое, развитию хирургических техник лечения онкологических больных, в частности, эскалации, деэскалации при самых различных локализациях опухолей. Доклады так и звучали, эскалация, деэскалация. И, кроме того, сейчас неизмеримо расширяются возможности и лучевую терапию. Приходят новые лучевые аппараты, которые позволяют проводить лучевую терапию на качестве на гораздо более высоком уровне, чем это осталось в прошлом. В частности, конформная лучевая терапия, стереотоксическая лучевая терапия. Причем это становится доступным практически на всех территориях Российской Федерации. Это связано именно с программой «Соответственно, онкология», которая сейчас широко, будем говорить, осуществляется на территории Российской Федерации. На различные регионы Российской Федерации приходят аппараты, которые позволяют выполнить эти методики лучевой терапии. Вот что это за оборудование такое? А это те же самые аппараты, которые, например, такой аппарат лучевой терапии, как трубим, он так называется, стоящие в бийске, которые позволяют осуществлять стереотоксис, высокоточное прицеление лучевой терапии, соответственно, на саму опухоль, на метастазо-головной мозг, на опухоли в подвижных органах, такие как, соответственно, легкие, и провести эту лучевую терапию наиболее мощную на опухоль, без ряда для окружающей ткани. Раньше такое было абсолютно невозможно. Какие разработки готова наука предложить для борьбы с раком? Сейчас наука притворяется в жизни, причем притворяется семимирными шагами. В частности, вот давайте так, я все-таки хирург, я расскажу о хирургии немножко. Абсолютно нормально, вот на этом форуме уже докладывалось, соответственно, о трансплантации печени. При обширном метастатическом поражении печени, которое часто возникает, в частности, при поражении человека колоректальным раком, раком толстого кишечника, в переводе, по большому счету. Бывает так, что мы с этой печенью не можем сделать ничего, слишком обильно, расшированными метастазами, радикальное хирургическое лечение провести нельзя, а какую-то массивную лучевую либо радиочастотную аблацию провести нельзя. Химиотерапия помогает, но не в полном объеме, таким образом лечит эту пересадку печени. По крайней мере, пять докладов, соответственно, в одной из секций были посвящены именно этой проблеме. Но это ли не продвижение науки в клиническую практику? Я не могу сказать, что, соответственно, завтра, тем более мы сейчас подходим к строительству хирургического корпуса и операционного блока на этом этапе, соответственно, на котором мы сейчас находимся, это возможно. Но я думаю, что это будет вполне возможно через определенное время, в том числе и на Алтайской земле. Вот смотрите, даже если мы об этом говорим, да, там, о трансплантациях, какие возможности это открывает перед врачами, перед пациентами? Возможности это открывает поистине гигантские, потому что существует пол пациентов, которые мы вот на волне текущих возможностей пролечить не можем. Вообще никак? Вообще никак. Получается так. Но в то же время мы же двигаемся достаточно активно. Вот мы сейчас, в частности, занимаемся радиозатопной терапией, таким препаратом, как Софига, радио-223. Еще, наверное, в 2019 году он был недоступен для пациентов региона, но, тем не менее, мы вошли в эту программу и, соответственно, среди не многих регионов Сибирского и Федерального округа мы этим занимаемся. Это были абсолютно бесперспективные пациенты, у которых были костные метастазы, нелечимые никакими лекарственными препаратами, ракопредстательной железы. Но сейчас мы это делаем и лечим. В последнее время у нас много пишут о том, что от массовой терапии нужно переходить к, как называемому, персонализированному лечению. Но пока у нас все равно, да, обыватели считают, что вот кроме там химиотерапии, хирургии, облучения, ну, вы уже сказали, что инновационные методы тоже есть и в плане облучения в том числе. Давайте начнем, наверное, с лекарственной терапии. Как будто не было, что была лекарственная терапия, наверное, получается, до конца 20 века. Были вещи, когда на конгрессах обсуждали, стоит ли лечить рак легкого лекарственной терапии или не стоит. Потому что даже проведение лекарственной терапии, оно, соответственно, никак не увеличивало срок продолжительности жизни больного, а обрекало пациента на мучение. Также платиновая терапия, это, прошу прощения за подробности, орвота, неукротимая орвота у пациента, ну, так действует препарат на желудочно-кишечный тракт. И какие бы мы противорвотные препараты, соответственно, не применяли, всегда необходимо было, так сказать, ставить ведро у постели больного, потому что он часто не успевал добежать до туалета. Значит, это 20 век. Приведу, соответственно, свою собственную практику, когда мы лечили ряд пациентов с меланомой, ряд пациентов с меланомой, и, соответственно, сказать, при организации, прошу прощения, при метасизированной термеланомы в головном мозге эти пациенты сгорали за два месяца, два-три месяца. Значит, ну, смотрите, наука идет вперед, как бы то ни было. Если в 20 веке мы лечили 100% больных химиотерапией, то сейчас 38% пациентов и всего полу лекарственного лечения, они лечатся путем таргетной терапии. Это препараты, которые прерывают сигнальные пути, идущие от рецепторов на мембране клетки к ядру, либо иммуно-онкологические препараты, которые будут собственными уйти от больного. И он начинает убивать опухолевые клетки. Таким образом, давайте сопоставим возможности. И, соответственно, так сказать, никто не отнимал возможности сочетания простой лекарственной терапии с атостатиками, с иммуно-онкологическими препаратами и с таргетными препаратами. Я об этом только что сказал. Получается, все равно персонализированный вот этот подход, он уже есть. То есть, да, мы говорим, если о таргетной терапии, опять же. Давайте остановимся вот на каких подробных вещах. Персонализированный подход, в частности лекарственной терапии, он невозможен без глобальных молекулярно-генетических исследований, моногистохимических и цитоморфологических исследований. Могу сказать, что все эти вещи являются в полном объеме на территории Алтайского кровоонкологического диспансера. Мы являемся партнерами для Бийского онкологического диспансера, Рубсовского онкологического диспансера. Ну, аудит, который прошел вот буквально до того, как мы поехали, соответственно, на эту конференцию, восемь коллег, в том числе заместитель директора Российского онкологического научного центра Геворгия Антигранга Гекович, по реализации онкологических проектов на территориях, подтвердили очень высокую, соответственно, очень высокие возможности наших молекулярно-генетических, патоморфологических и цитоморфологических лабораторий. Для чего это все? Для точного поделения, что это за опухоль. Потому что, я повторяю, что, соответственно, в том же раке молочной железы, раке легкого, очень большое количество подтипов, и каждый подтип надо лечить абсолютно по-разному. Что можно сказать о самых агрессивных видах опухолей? Я не знаю, к меланому относятся или нет? Продвинулась ли наука в плане вот их лечения? Получается так. Вот именно в этом аспекте, наверное, и совершены основные правила. Как будто ни было, что обеспечивает основную смертность? Наверное, это рак легкого. Как будто ни было, получается, в Российской Федерации. Сейчас на первом месте? Ну, так. Существует мужчина, существует женщина. По заболеваемости рак легкого на первом месте у мужчин, в частности, на территории Алтайского края. А у женщин рак молочной железы. Но рак молочной железы, давайте мы его пока оставим в стороне, я бы поговорил о раке легкого. Рак легкого – это сейчас очень такая многообразная патология. В нем существует большое количество гистологических подтипов. Именно здесь, на этом направлении, получается, наши замечательные ученые получили в Нобелевские премии как раз при лечении рака легкого. То есть здесь достигнут основные прорывы по увеличению продолжительности жизни пациента. Еще я бы выделил бы меланому, о которой я говорил уже достаточно подробно. То есть здесь тоже достигнут был такой прорыв. И опухоль, которая считалась фатальной, сейчас таковой не является. Мы уже с вами говорили, что с момента появления, ну если даже говорим о, ну я не знаю, можно ли оттуда это отнести, о трансплантации, с момента появления каких-то инновационных разработков, и до их внедрения проходит достаточно… Неправда. Неправда? Неправда. Соответственно, смотрите, что получается. Первое. Клинические рекомендации, согласно которым мы работаем, они обновляются постоянно. Вот вы пошутили по поводу пустых шкафов. Там лежит главная книга «Клинические рекомендации», которая действует на 2022 год. Плюс они обновляются еще в середине года, где-то, соответственно, в сентябре и так далее и так проще. И туда прям все инновационные разработки входят? Разумеется, туда входят все основные вещи, которыми должны лечиться пациенты и так далее и так проще. Постоянно случается дозакуп каких-то лекарственных препаратов, которые приходят к нам в этих клинических разработках. Ну вот, наверное, соответственно, мне не даст сорвать наш аптекарь, полки и диспансера полны. Какое-то конкретное, может быть, можем пример привести, вот сколько времени, да, потребовалось, появилась инновационная разработка до момента ее внедрения здесь у нас? Я думаю, что этот промежуток, он, наверное, составляет от 3 до 6 месяцев, не более того, по большому счету так. Любая? Ну вот, если какой-то конкретный... Если вы говорите о трансплантации, то, разумеется, за этот период мы не можем осуществить. Это первое. Второе. Соответственно, если мы говорим о лекарственной терапии, то период, наверное, 6 месяцев будет абсолютно таким, о котором я говорю. Ну, наверное, тогда заключительный вопрос. По-прежнему, да, люди, которые слышат, что у них диагноз онкология или диагноз рак, да, и сами люди, и, в общем, близкие, они, в общем, очень сильно переживают. Ну, что вы можете посоветовать этим людям, которые заболели, и, допустим, их родным, может быть, как-то обнадежить их? Я отвечу словами Гиппократа. Гиппократ всегда говорил больному, вот настрой, я, ты и болезнь. Стань на мою сторону, мы победим болезнь. Станешь на сторону болезни, уйдешь в болезнь, болезнь победит тебя. Моральный настрой – это главное? Ну, конечно, совершенно верно. Но надо сказать, что у нас работает большая психологическая группа. Наш психолог постоянно выступает на международных конгрессах, ее туда приглашают, то есть мы работаем над этим. Существуют различные программы, работающие внутри стационаров, на создание положительного психологического фона. Это и музыкотерапия, это, соответственно, так сказать, и, скажем так, физкультурная терапия и много разных других новинок. Но это, наверное, даже не только для больного, но и для их окружения. Совершенно верно. Большая работа психолога происходит не только с пациентами, но еще и с родственниками пациента, потому что очень важно, чтобы родственники пациента становились на сторону врача, а не на сторону болезни, как я уже говорил. Все, спасибо. В это воскресенье свой профессиональный праздник отмечают люди, чье призвание – защищать и приумножать зеленое богатство – наши леса. На этой неделе лучшим представителям лесного хозяйства вручили государственные и краевые награды. А наши корреспонденты решили узнать, в чем специфика работы лесника и почему это лето было одним из самых жарких. Более сотни миллионов рублей, и именно столько ежегодно в нашем регионе вкладывают на посадку новых лесных насаждений. Один из самых крупных пожаров за последние 12 лет случился в Угловском районе. Пострадало почти 5000 гектаров лесного фонда. В тушении огня и создании противопожарных разрывов задействовали почти сотню единиц техники – автоцистерны бульдозеров. К месту событий прибыл пожарный поезд, с воздуха работу контролировал вертолет, а из Красноярска в наш регион на несколько дней перебросили самолет-амфибию. С огнем боролись две недели. – Нормально, вышли. – Ну что ощущали, когда были под Верховым? – Ну как, надо же выезжать и технику спасать, да и, как говорится, домой же надо вернуться. Вот и там мне четыре дня пришлось воевать, еще и Михайловку захватить. Ну ничего, в деревне отстояли. – Поведа была за вами, да? – Да, в село отстояли, не дали этому, как говорится, к кладбищу зайти тоже. Там буквально кладбище в 100 метрах от лесного массива, да. Вот до Градки зашло там немного, ну, ребята отбили. 26 лет Виктор охраняет от возгорания лес Завьяловского района. О своей работе на грани жизни и смерти мужчина говорит спокойно. Уверен, главное – спасти людей и их имущество. – Ну, бывает тяжело, конечно, что вот эти, как крупные пожары-то, конечно, приходится попотеть и покрутиться. За умелые и мужественные действия, связанные с риском для жизни, проявленные при тушении лесного пожара, спасатели поздравил губернатор края Виктор Томенко. Глава региона вручил государственные краевые награды лучшим работникам лесной отрасли. – Надо отметить, что все пожары, в том числе очень сложные, были профессионально отработаны, были минимизированы возможные негативные последствия. И, как известно, специалисты уже приступили к реализации мероприятий по ликвидации того ущерба, тех последствий, которые эти природные явления нам нанесли. За честь и мужество, за заслуги в труде, грамоты Федерального агентства лесного хозяйства и правительства края. Для людей, чье призвание защищать и приумножать зеленое хозяйство, эти награды очень ценны. Ведь практически круглые сутки они охраняют легкие нашего края, родной лес. И так редко бывают поводы сменить рабочий костюм на парадный, получить крепкое рукопожатие губернатора и благодарность за труд. Спустя 40 лет сестра первого космонавта Сибири и второго планеты побывала на своей малой родине в селе Полковниково. Визит приурочен был к 87-й годовщине со дня рождения ее знаменитого брата Германа Титова. В честь этого события в селе прошли праздничные мероприятия с участием летчика-космонавта, который пробыл в невесомости в общей сложности около года. Подробнее о знаковом событии в репортаже Валентина Аскеровой. Мы восстановили эту русскую печь, на которой Зимфира Степановна в детстве грелась. 40 лет Зимфира Степановна Титова не переступала порог своего родного дома. Эмоций не сдержать здесь все, как и многие десятилетия назад. Русская печь, скрипка отца, яркая кремлевская башня, обеденный стол, за которым собиралась вся семья. Я очень тронута. Говорю, что все это сохранили. И мне даже очень трогательно все. Здесь ходила, здесь вот спала, в лепечке тоже спала, здесь училась, жила, росла. Здесь Зимфира Степановна прожила от рождения до переезда семьи Титовых в Москву. С братом Германом была существенная разница в возрасте. Целых семь лет. Общих интересов мало, но они были. Мы там картошку и сажали, и окучивали ее, потом выкапывали, когда она уже вырастала, и на костре пекли картошечку. Весь интерьер сотрудники музея воссоздали по ее воспоминаниям. Сегодня дом посещают многочисленные гости. Они имеют возможность своими руками прикоснуться к космической истории. О полете в космос своего Гера родные узнали непосредственно в день полета. К дому, где проживал Герман Степанович, стянулись соседи и все вместе. С этого телевизора с символическим названием «Старт» начали наблюдать, как их земляк на корабле «Восток-2» стартует к звездам. Ночью, естественно, они не спали, все выходили, смотрели. А может, уехали где? Больше суток на орбите, 17 витков вокруг Земли, 700 тысяч километров. Герман Титов отправился бороздить просторы Вселенной 6 августа 1961 года и навсегда попал в историю мировой космонавтики как первый человек на планете, совершивший длительный полет. При мне полетел Гагарин, полетел Титов. Я помню те события, какое было чувство радости, восторга. И всем хотелось попасть туда. Но попасть туда могут далеко не все. На три места 20 тысяч человек, рассказывает герой России, летчик-космонавт, который осуществил два космических полета общей продолжительностью больше 300 суток. Кстати, Герман Степанович, а точнее его книга «Голубая моя планета» косвенно повлияла на выбор жизненного пути Андрея Борисенко. Это была первая книга, которая попала мне в руки. Книга, написанная космонавтом. Я тогда был ребенком. Вот с этого началось для меня, наверное, знакомство от первого лица с космонавтикой. А сегодня с космонавтикой и нашей «Голубой планетой» алтайских школьников и студентов знакомит сам Андрей Борисенко. Вопросов море. У вас были ощущения, когда шли в космос? Когда, наверное, не вышел в космос, а вышел на орбиту вокруг Земли, да? Я правильно понимаю. Восторг. Восторг. Вот совершенно бешеный, дикий, я бы сказал, щенячий, что ли, восторг. Щенячий восторг от невесомости и красоты из окна иллюминатора мечтает испытать каждый. Но в ряды космонавтов попадают исключительные люди. Но мы с вами можем только мечтать и о тех временах, когда полеты на орбиту Земли станут возможны в рамках туристических путешествий. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде спонсор прогноза компания «Эвалар». До встречи. Продолжение следует...